А вот это что за устройство? Вот здесь вот идет ход к нему. Это вспомогательный дизель-генератор. Сантиметр за сантиметром следователи-криминалисты осматривали двухпалубный теплоход «Булгария». Эта страшная трагедия в июле 2011 года потрясла всю страну. Погибли 122 человека, среди которых 28 детей. Тысячи людей, близкие погибших и те, кого трагедия не коснулся лично, ждали, каким выводом придет следствие. Именно криминалисты собрали доказательства, которые позволили суду вынести обвинительный приговор для всех пятерых обвиняемых по этому делу. Следователи-криминалисты были одними из первых, кто оказался на месте крушения «Боинга-737» в Казанском аэропорту. По их признанию, это была, пожалуй, самая масштабная операция из тех, у которых доводилось участвовать татарстанским следователям. 160 специалистов одновременно кропотливо работали на месте происшествия. Масштабы следственных действий после тушения пожара представляли большую сложность. Для осмотра места происшествия были привлечены значительное количество различных экспертов, в том числе сотрудников МАК. Осмотр места происшествия был разбит по секторам. И в каждом секторе следитель, криминалист, эксперт, судебный медик осматривали те объекты, которые там находились. Чтобы установить личности погибших пассажиров и членов экипажа, были приведены сотни различных экспертиз. Большинство останков удалось опознать только после генетического анализа. Сочетание всех этих признаков вместе взятых в совокупности, они индивидуальны для каждого человека в частности. То есть, благодаря таким вот генетическим признакам, как раз и происходит отождествление в идентификации следов на месте происшествия. Опознание погибших проводилось по личным предметам, документам. И в том числе в каждый объект белого характера изымался образец, и по нему проводилась генетическая экспертиза. Образцы ДНК в равенство родственников и сравнивались с объектами на месте, изъятными на месте происшествия. Сегодня татарстанские исследователи-криминалисты вооружены такими приборами, которые в буквальном смысле видят сквозь стены и могут отыскать иголку в стойке сена. Особенно гордятся криминалисты ДНК-лаборатории, которая оснащена новейшим оборудованием. С его помощью по одному волоску или капельке крови можно установить, причастен ли к совершению преступления тот или иной человек, даже если с момента злодеяния прошел не один год. Результаты у нас довольно не плохие. То есть, фактически, на сегодняшний день у нас раскрыто 223 преступления прошлых лет. Из них 24 убийства прошлых лет. Это место преступления, правда, не настоящее. На таких своего рода тренажерах молодые следователи-криминалисты разбирают последствия учебных злодеяний, дабы потом не растеряться на месте реальных преступлений. В зависимости от ситуации мы моделируем, расставляем соответствующие объекты, где следователи проводят осмотры места происшествия, учатся находить следы преступления, различные объекты и правильно их закреплять и займать. Тем не менее, всего не предусмотришь. Порой, по словам самих следователей, учиться приходится прямо по ходу расследования. Если он человек опытный, обычно он в такой ситуации не теряется и на ходу придумывает какие-то зачастую и новые методы, которые в дальнейшем входят в историю криминалистики. В основном все новинки, которые я в ходе своей работы следователем видел, они шли всегда из отдела криминалистики. Еще несколько лет назад криминалисты существовали при прокуратуре. Позже службу отделили и передали следственному комитету. Сегодня заместитель председателя Верховного суда Максим Беляев когда-то тоже начинал прокурором-криминалистом. Прокурор-криминалист – это играющий тренер, это наиболее опытные следователи, которые уже имели возможность расследования различных, в том числе многоэпизодных уголовных дел, которые фактически передают опыт молодым следователям, которые находятся с ними при работе в поле, которые участвуют в проведении следственных экспериментов, наиболее сложных следственных действий, при назначении экспертиз, и которые за счет своих знаний направляют расследование в правильном русле. За 60 лет, которые существует служба, она претерпела множество изменений. Постоянной остается только суть. От того, насколько быстро и грамотно следователь-криминалист соберет улики и проведет расследование, зависит, окажется ли за решеткой настоящий преступник. Артем Агалаков, Светлана Белова, Роман Фенин, Геннадий Федосенко. Телеканал Эфир.